Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина и смотрите сегодня. Все первоклассники будут учиться в первую смену о том, каким будет новый учебный год для новосибирских школьников, рассказал мэр Анатолий Локоть на традиционной встрече с журналистами. Сколько миллионов принесла в бюджет Новосибирской области работа камер фото-видеофиксации, нарушений правил дорожного движения и на какие ухищрения идут службы, отвечающие за безопасность на дорогах, чтобы ликвидировать очаги аварийности. Проект Ордынка зажигает новые звезды. Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежины выходит на финишную прямую. А теперь подробнее об этих и других событиях. До начала нового учебного года осталось несколько недель. Школы и детские сады заканчивают ремонтные работы и готовятся вновь принять детей. Что ожидает родители в этом году и насколько готовы наши образовательные учреждения к началу учебного года в нашем следующем сюжете. Август. Горячая пора не только для родителей и школьников, но и для сотрудников системы образования. Школы и детские сады готовятся встретить детей после летних каникул. Однако перед тем, как они распахнут свои двери, надо соответствовать весьма высоким требованиям, исполнение которых проверяют многочисленные инстанции. С этим, судя по отчетам чиновников, все в порядке. Завершаются ремонтные работы, на которые в этом году было выделено 372 миллиона рублей. С учебниками и тетрадями также нет проблем. А вот с первоклассниками пришлось поднапрячься. Ожидается, что впервые в школу в этом году пойдет больше детей, чем в прошлом. На сегодняшний день количество заявлений аналогичным периодом прошлого года у нас превышает уже 1300. Мы ожидаем в этом году около 20, а может быть и больше, тысяч детей, которые придут в первый класс. Невзирая на такой наплыв, учиться все первоклассники будут первую смену, заверил Валерий Шварцкоп. Мест хватит всем. В прошлом году, вернее так, в прошлом году у нас было 680 первых классов, в этом году уже свыше 700. Вот. Есть образовательные организации, в которых набирается 11-12 первых классов. Но я повторяю, мест всех первоклассников мы в городе Новосибирске, конечно, примем в образовательные организации. Тут нет никаких сомнений. Детские сады также пользуются повышенной популярностью среди родителей. С нехваткой мест в них власти более-менее разобрались. Хотя проблемы все же остались. Остается напряженная ситуация с выдачей путевок все же детям от двух до трех лет. Очень много родителей, которые желают выйти на работу и, соответственно, получить путевки в детских садах. То есть на оставшиеся места мы, безусловно, выдаем. Но количество обращений и в департамент образования, и в мэрии города Новосибирска у нас с вами пока не снижается. За прошлые годы в нашем городе построили немало новых детсадов и реконструировали многие старые. Сейчас очередь школ. В мэрии составлен план по строительству 36 зданий. Первые в списке – школа номер 212 на Горском жилмассиве. Завершение строительства школы номер 37 для детей с отклонениями здоровья. Расширение школы 155, а также реконструкция школы номер 82 в Дзержинском районе, рассказал мэр Анатолий Локоть. Что ж, посмотрим, удастся ли властям решить вопрос с переполненностью наших школ и с тем, что некоторые из старых учебных заведений выглядят, мягко говоря, не совсем презентабельно. В пользу их намерений – деньги, выделяемые на эти цели из федерального бюджета. Против – нехватка средств в городской казне и экономический кризис. Что в итоге перевесит, покажет, как всегда, время. Девятнадцатый Новосибирский полумарафон памяти Александра Араевича. Сибирский фестиваль «Бега» состоится 10 сентября. Постановление об этом подписала глава города Анатолий Локоть. В фестивале примут участие все желающие, а также воспитанники школ, интернатов и общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во время проведения фестиваля с 7 утра и до 5 часов вечера движение транспортных средств по Красному проспекту от улицы Фрунзе до улицы Советской будет закрыто. В предстоящую субботу, 13 августа, в день физкультурника, состоится ежегодный сибирский велопробег. Принять участие в нем могут все желающие. Участники проедут через весь город и вернутся к месту старта в парк «Городское начало». Велопробег на дистанцию 17,5 километров дополнит спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых. На протяжении всей дистанции велосипедистов будет сопровождать ГИБДД. Сбор и регистрация участников в 10.30, велопробег стартует в 12 часов. В Новосибирске за 2015 год приборы автоматической и фото-видео фиксации нарушений принесли в бюджет порядка 300 миллионов рублей. Это может говорить о том, что сибирские водители не прочь нарушить правила дорожного движения. В то же время такие комплексы заметно дисциплинируют автомобилистов. Поэтому развитию этого направления деятельности службы, отвечающие за безопасность дорожного движения, придают большое значение. О нюансах работы такого подразделения в Новосибирске мы сейчас и расскажем. Для того, чтобы узнать во всех подробностях, как работает система фото-видео фиксации, мы побывали в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, коротко ЦАФАП. Именно здесь разрабатывается, если не стратегический план расстановки и дислокации передвижных комплексов фиксации, то же тактически точно. Основывается это все на анализе аварийности на территории как города Новосибирска, так и Новосибирской области. Непосредственно, кроме этого, моменты есть по оперативной обстановке, где необходимо изменить дислокацию. То есть, соответственно, это все подписывается. Дислокация утверждается на две недели. По району, каждый район отдельно, грубо говоря, допустим, Ордынский район имеет свои определенные комплексы. Конкретный километраж, конкретное время несения, выставления прибора. Кстати, список нарушений, которые распознают и фиксируют комплексы, год от года расширяется. На данный момент, наверное, можно из него исключить только езду с непристегнутыми ремнями безопасности, а также с выключенными ходовыми огнями. Практически все остальное камера распознает. На сегодняшний день стационарные комплексы фото-видеофиксации, которую мы устанавливаем, в первую очередь, на перекрестках, она начинает фиксировать и фиксирует другие виды нарушений. Стоп-линия, проезд на красный сигнал светофора, поворот налево, если он запрещен, перестроение, нарушение разметки при преодолении перекрестка. То есть, достаточно скоростной режим на перекрестке. Помимо перекрестков, комплексы могут фиксировать такие нарушения, как движение по обочине, парковку на остановках общественного транспорта, на местах для инвалидов, на пешеходных переходах, а также под знаками, запрещающими парковку или остановку. Скоро этот список нарушений обещает вновь расширить. Но есть и другая тактика, которая без особых затрат позволяет убрать очаг аварийности. Характерный пример – улица Большая в Новосибирске. До 2015 года, пока здесь не установили приборы фото-видеофиксации, эта дорога ежегодно уносила по две человеческие жизни. В результате, значит, у нас сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. То есть, их вообще сейчас нет, вот тут как бы не сглазить, да? Вот. И скоростной режим наладился. И проходить это можно уже спокойно, через пешеходные переходы уже безопасно можно проходить. Сейчас тут шесть боксов, в которых может стоять прибор. Однако, настоящий он только один. Все остальные этому лежат. Наша задача, к примеру, как там по улице Большой, по другим участкам, не просто там установить очень большое количество камер, а установить и функционировать одной камерой, но иметь несколько рубежей. И в этих рубежах присутствуют муляжи, активные муляжи этих камер. И таким образом мы будем говорить принуждаем, а с другой стороны воспитываем наших владельцев транспортных средств, автолюбителей, чтобы они соблюдали участок не только перед камерой, а на протяжении достаточно длинного участка, там, где именно эти участки аварийности складываются. Активные муляжи – довольно новое понятие. Отличается такая пустышка тем, что на нее срабатывает автомобильный антирадар. То есть распознать, есть в боксе прибор фото-видео фиксации или нет, в настоящее время практически невозможно. Поэтому соблюдение скоростного режима в настоящее время – это не только безопасность на дороге, но и заметная экономия вашего бюджета. Правоохранители поймали выходца из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в изнасиловании жительницы Новосибирска. 23-летнего гражданина Республики Киргизия задержали в Хакасии. По данным региональной полиции, преступление было совершено в Держинском районе Новосибирска. Нападавших было двое – мужчина и женщина. Мужчина изнасиловал потерпевшую, а его сообщница забрала ценные вещи. Розыск молодого человека продолжался почти 10 месяцев. Сейчас он доставлен в Новосибирск и находится под стражей. Полицейские проверяют причастность задержанного к нескольким похожим преступлениям в правобережной части Новосибирска. Рассказали в МВД по региону. Расследование продолжается. В Машковском районе произошло смертельное ДТП. Накануне Новосибирец, управляя мотоциклом «Ямаха», сбил пешехода, неустановленного мужчину в возрасте около 30-40 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия оба мужчины от полученных травм скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной полиции. Трое подростков получили награды МЧС за спасение ребенка. Поводом для этого стал совершенный ими героический поступок. Подростки Саша Горбунов, Эмилия Горбунова и Вадим Кыштымов спасли из воды 7-летнюю девочку. Во время прогулки девочка ступилась и сорвалась с берега. В воде она начала тонуть. Трое ребят находились поблизости. К счастью, они не растерялись. Несмотря на свой юный возраст, ведь им всего по 10 и 11 лет, вместе они смогли вытащить девочку из воды и доставить домой. Спасатели МЧС по достоинству оценили поступок детей. Горбунову Саше, Горбунову Эмилии, Кыштымову Вадиму, представителям ЧС России по Новосибирской области вручил благодарственные письма и ценные подарки. Финал телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежиной «Ордынка-2016» пройдет в предстоящие выходные в поселке Ордынское на родине Сергея Бугаева. Его главная цель – дать возможность молодым певцам и авторам заявить о себе, продемонстрировать творческий потенциал и приобрести профессиональные навыки. О последних тенденциях среди молодых музыкантов нашего города и о том, чем удивила «Ордынка», в этом году узнал наш корреспондент Василий Акимов. «Ордынка-2016» выходит на финишную прямую. Финал конкурса молодых исполнителей состоится 12 и 13 августа в традиционном месте в парке культуры Луневка районного поселка Ордынское. Десятки участников, прошедших через жесткий конкурсный отбор, отправились из Новосибирска к месту проведения выступлений, во время которых и будут определены победители. Хотя в каком-то смысле, учитывая сквозь какую жесткую конкуренцию им пришлось пройти во время отборочных туров и сколько приложить усилий для выхода в финал, все они уже победители. Невзирая на то, что «Ордынка» проводится с 2009 года, каждый год привносит что-то новое. В этом сезоне меньше, пожалуй, людей, которые пришли не в первый раз. В основном это новые лица, новые голоса. Главное в этом конкурсе – талант и индивидуальность, способность раскрыть свою душу и заинтересовать слушателей. Как показывает практика и как показывают года прошедшей «Ордынки», мы уже знаем, что не первый год существует этот телепроект, победить может любой совершенно исполнитель в любом жанре. Главное, чтобы он был креативным, индивидуальностью, неповторимым, вообще отличался друг от других, скажем так, исполнителей и мог взять зал, удивить жюри, победить самого себя. Для многих победителей прошлых лет этот конкурс открыл дорогу к признанию и известности. Жизнь очень изменилась, появилась какая-то популярность, начали приглашать в разные места. Ну и, собственно, с той песней, с которой я победил, она ожила и приобрела второе дыхание, и теперь она живет в полную силу, теперь я с ней выступаю. В общем, все хорошо, спасибо проекту, спасибо «Ордынке», спасибо 49-му каналу. Можете напеть эту песню? Конечно, конечно помню. Русское небо над русской землей, русское взгорье и лес над рекой. Невзирая на соперничество участников на сцене, отношения здесь устанавливаются без преувеличения дружеские, даже с известными ведущими этого конкурса. Начинается первый тур, не успеваешь ни с кем подружиться, там 150 человек. Второй тур, там все командами, кучками тоже как-то привет-привет, пока-пока. А уже финал, это уже такое место, где более плотно как-то общаешься с ребятами, понимаешь, кто может, вот в личном общении уже понимаешь, кто, возможно, пройдет дальше, а кто, может быть, останется где-то там во втором туре в финале. Около 20 лет прошло после той ужасной автокатастрофы, в которой погибли два талантливых и любящих друг друга человека – Сергей Бугаев и Татьяна Снежина. Он был известным продюсером Сибири, она автор и исполнитель светлых песен о любви. С мая 95-го года Сергей и Таня были вместе, творили, жили и дышали. В Новосибирске в его студии они записывали материал для ее первого профессионального альбома. На телевидении делали презентацию будущего альбома. Потом они поехали на Алтай и, возвращаясь в Новосибирск, разбились на шоссе вблизи Черепаново. Именно их памяти посвящена Ордынка. Говорят, что незримое присутствие Татьяны Снежиной ощущается на этом конкурсе. То дождь у нас пойдет в самый неожиданный момент, когда о дожде начинают люди петь. То какие-то интересные такие мистические вещи происходят. Но ребята, которые пытаются ее песни исполнить, это всегда задают планку такую. И не все, конечно, с ней, к сожалению, справляются. Именно по той причине, что не у каждого, может быть, еще душа готова понять, что она хотела этим сказать. То есть послужить вот таким проводником ее мысли и память ее увековечить и донести ее до нынешнего поколения людей. Впереди у участников Ордынки потрясающее шоу, душевные и красивые песни с потрясающим вокалом. Концерт продлится около трех часов. Вскоре он будет показан в эфире нашего телеканала. А победители Ордынки, по задумке организаторов, объявят только в следующем месяце, 12 сентября, на суперфинале ДК «Железнодорожников». Билеты уже в продаже. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru Приятных вам выходных. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok